Я приветствую всех на канале Чистых Кагницей. Меня зовут Конова Ольга, я психолог-консультант, акт-терапевт. И сегодня мы с нашим гостем Максимом Милославским поговорим о схемотерапии, но не только. Будет что-то ещё интересное. Максим, сразу к тебе вопрос сходу. Для тех, кто тебя видит впервые, для тех, кто тебя не знает, скажи, кто же такой Максим Милославский? Ну, сейчас, подожди, как лучше это было бы объяснить. Ну, в общем, я живу в Краснодаре. Неплохо. Я клинический психолог, занимаюсь схемотерапией, когнитинопоединческой терапией и диалектикопоединческой терапией. И здесь в Краснодаре я руковожу Центром доказательной психотерапии «Точка выбора». С коллегами мы проводим учебные программы, стажёрские организуем программы, ну и стремимся развивать психотерапию в регионе. Именно доказательную. Да и работаем с часто очень непростыми кейсами. Чуть-чуть больше, чем обычно это в частной практике. Допустимо, это наша цель объединения. Собственный Центр доказательной психотерапии в регионе, это звучит как заявка на ещё одно интервью. Стоит подумать об этом. Это будет очень болезненное интервью для меня. Я думаю, что это будет очень интересный опыт, которым можно будет поделиться. Клинический психолог, руководитель психологического центра, практикующий в разных подходах, это всё про твою профессиональную деятельность. А что за рамками профессии? Ну, за рамками профессии я семьянин. У меня двое прекрасных дочек, супруга и личная жизнь. Ну, что касается, ну, наверное, про то, как характеризовать как личность, да, ты про это? Как угодно. Ну, у меня в профиле в Инстаграме написано, что я клинический психолог с философским образованием в анамнезе. Вот это, наверное, может многое про меня объяснить. В обычной жизни я интересуюсь умными книжками, различными философскими концепциями, научной методологией. И вот этим, собственно говоря, спасаемся. И так свой досуг. Психолог душнила. Душнила, да. Вот это про меня. Ты, кстати, не первая, кто это говорит, поэтому это нормально. Возможно, уже стоит менять шапку профиля для того, чтобы людям было сразу понятно, что психолог с философским образованием звучит немножко завуалированно. Не сразу понятно, о чём идёт речь. Сегодня мы с тобой будем говорить о схемотерапии. И это уже второе интервью, которое выходит на канале «Чистых когниций» с тобой. Первое было про этику в психологическом консультировании. Я думаю, что стоит даже оставить ссылку в описании на это интервью для того, чтобы как-то получше с тобой познакомиться. Да и, в принципе, сама тема очень актуальна и много полезных мыслей. В этом видео, как ты думаешь, почему мы уже второй раз тебя зовём, да и я сейчас уже практически за заявку на третье интервью сделала? Я думаю, это вопрос совпадения ценностей с чистыми когницами в целом. Я думаю, этим и опосредственно всё наше сотрудничество. Мы мыслим примерно в одном направлении, мы ценим в психотерапии одни и те же особенности. Мы все стремимся сделать психотерапию более доступной, более прозрачной, ясной, доказательной, этичной, понятной. И поэтому мы вместе. Наверное. Это была твоя версия. На самом деле, да. Но помимо этого, есть ещё один очень интересный момент. Ты являешься преподавателем онлайн-школы чистых кабницей, и мы хотим познакомить наших зрителей, наших читателей, наших будущих студентов с тобой ещё и как с преподавателем, раскрыть эту твою часть. И, собственно, скажи, откуда вообще у тебя возникло такое желание преподавать? На каком этапе, что где щёлкнуло? Это старая история, на самом деле. Ну, во-первых, философское образование, оно педагогическое, по сути, да. И я к этому готовился. И моя первая работа длительная была. Я 10 лет работал в медицинском университете, преподавал философию, психологию, биоэтику. Ну, такой комплекс дисциплин. И когда я уволился из университета, я помню, как-то переписывались с бывшими студентами, они говорят, ну, вы же не сможете не преподавать. Ну, и рано или поздно так и случилось, что начали поступать какие-то предложения в связи с моим участием в разных интервизионных группах, какими-то публичными активностями. Я читал то тут какие-то локальные курсы, лекции, да, то какие-то вы делали серию эфиров, да, онлайн, в Инстаграме. И постепенно, ну, появилось ощущение, что вот готов, вот надо бы начинать. И, собственно, появился запрос. Так сложилось, что в какое-то время я, наверное, был амбассадором схемотерапии в чистых когницах. И зная, что это доказательный метод терапии, и что он контекстуально-поведенческий, и многие ребята интересовались, говорили, расскажи поподробнее, да. Ну, и в какой-то момент Регина, да, кажется, и задала этот вопрос, не хочешь ли ты сделать курс, рассказать то, что ты рассказываешь во время от времени нам, да, на интервизиях, публично. Вот так я и начал, наверное, преподавать, ну, вот именно в этой сфере. А так до этого у меня был большой опыт преподавания в государственном учреждении. Хотела сначала сказать, что, похоже, тебе не важно, что преподавать, главное, чтобы заниматься этой деятельностью, но потом ты сказал, что являлся амбассадором схемотерапии. И вот это меня немножко зацепило. То есть получается, всё-таки предмет важен. И почему всё-таки, среди прочего, ты выбрал именно схему, чем она тебе так откликнулась? Здесь выбор, наверное, был не так велик. Немного из чего выбирать. Дело в том, что в сферу моих терапевтических интересов входит расстройство личности. Ну, прежде всего, пограниченное расстройство личности. И я, правда, люблю эту работу. Мне очень нравится работать с такими пациентами. Это всегда очень интересные кейсы. И я долго, будучи просто КПТ-терапевтом, искал направления, способы работы. И когда я узнал, что выбор не так велик, собственно говоря, из доказательных тех, которые представлены в России, у нас есть либо терапия, фокусированная на переносе, основанная на психоанализе, либо диалектико-поэриденческая терапия, либо схемотерапия. И в тот момент как раз развивался Московский институт схемотерапии. Они набирали второй, кажется, это был поток. И я тогда познакомился со схемотерапией и с тех пор в нее влюбился. Этот подход кажется мне на сегодняшний день наиболее, что ли, мягким и наиболее эффективным для работы с пограничными расстройствами. Хотя я это говорю как практикующий ДБТ-терапевт. Знаем, умеем, можем. Я вхожу в ДБТ-команду и работаю там с случаями парасуицида, с высоким суицидальным риском, с самоповеждениями. И там ДБТ показывает себя лучше. Но когда вопрос самоповеждений снят, я сторонник того, чтобы решать проблемы при помощи схемотерапии. Сказала, что схема – это мягкий подход. Но многие психологи, которые знакомятся с этим методом, либо начинают уже практиковать, обучаться, говорят, что от самого названия веют холодом. Холодом какой-то механистичностью, потому что схема – терапия. Тебе так никогда не казалось? Слушай, ну, может быть, первый раз, когда я об этом узнал, я прочитал в какой-то из статей Бека о том, что есть такой ученик у него, Янг, который создал схемотерапию. Я потом еще вообще за… А тогда еще, когда я начинал учиться, вообще очень мало было публикаций об этом. Была, по-моему, одна публикация Касьяника в каком-то журнале психологическом. И было видео, кажется, Малкиной пых, да, о том, что такое схемотерапия. Это жутко запутанное было видео. Статья, кстати, была норм. И, ну, правда, сначала так немножко повеяло холодом. Ну, после обучения, тем более, когда начал практиковать, это все как-то развеялось. А я еще часто слышу, что схемотерапия – это очередное новое модное направление, которое не несет в себе ничего нового, просто собирает все самое вкусное, все самое интересное из других направлений. И получается, что в схеме есть что-то от гирждальтерапии, от психоаналитической теории, от транзактного анализа, от КПТ. Ну, вообще, схемотерапия – это особенная КПТ. Плюс еще теория привязанности, теория объектных отношений. И тут спрашивается, в чем уникальность, в чем самостоятельность этого подхода, почему бы честно не признаться, что это интеграция, а не какой-то самостоятельный подход со своим отдельным названием, со своей колой. Как ты считаешь, схема – это интеграция или все-таки самостоятельный подход? Ну, если говорить методологически, я все-таки, наверное, соглашусь, что сегодня трудно найти подходы, которые не являются интеграцией, потому что современные исследования эффективности психотерапии идут прежде всего от проверки теоретических гипотез без привязки к каким-то направлениям и от проверки действенности тех или иных интервенций. И сам Бог велел эти интервенции объединять, складывать в какую-то систему. Но здесь важно понимать, что если рассматривать схемотерапию как метод лечения именно пограничного расстройства, можно было бы представить всего так метафорически, что пограничное расстройство – это такой слон в темной комнате. Знаешь ту историю, как мудрецы осматривают слона, и один говорит, слон – это нога, на другой – слон – это что-то длинное и так далее. Продержа его за хобот. И вот мне кажется, что сейчас просто так оказалось, что схемотерапевты со своими теоретическими концептами заняли какое-то очень удобное место в этой темной комнате, когда они могут одновременно ощупать хобот и одну ногу, а другие, ну, пожалуй, и того меньше. И это просто удачное совпадение в видении феномена, и оно наибольшей степени, по-моему, отвечает устройству этого феномена пограничного расстройства личности на сегодняшний день. Да, действительно, на первый взгляд кажется, что схемотерапия объединила в себе там и транзактный анализ, и гештальт-подход, и так далее. Но мое мнение состоит в том, что видя вот эту пестрость за схемотерапией, мы, к сожалению, правда упускаем ее концептуальную уникальность. Потому что внешне, да, вроде бы похоже на гештальт, и это настоящая беда на самом деле для отечественных схемотерапевтов, что приходят люди без базовой подготовки в поведенческих направлениях, и они начинают вместо схемотерапии оперируя тем же концептуальным аппаратом делать какой-то гештальт или транзактный анализ. И это беда, потому что тогда схемотерапия не работает или применяется не по назначению. Поэтому, например, в своем курсе я очень много говорю о том, что схемотерапия вырастает из когнитивной терапии, там есть очень четкая преемственность концепций, ну, там те же понятия режима, их использовал Аарон Бек, те же понятия схем, их использовал Аарон Бек, да, уже в когнитивной терапии. Ну, и важно понимать, что Янг был долгое время ассистентом Бека, да, и все это варилось именно из когнитивной и контекстуально-поведенческой истории. Вот поэтому. Я тебя немножко остановлю. В чем же особенность? Да, потому что ты уже частично начинаешь как-то так раскрывать особенности схемотерапии. как ты обычно рассказываешь студентам, не студентам, кому угодно о том, что такое схемотерапия, как подход? Окей, я бы сказал, что это усложненная когнитивно-поведенческая терапия с акцентом на терапевтических отношениях, которые очень важны при лечении ПРЛ, с особой моделью терапевтических отношений, которая переведена на русский как ограниченное родительство, и с акцентом на потребностях, с добавлением вот этой концептуальной начинки, потребностей из теории привязанности в когнитивно-поведенческий подход. Фактически это основное базовое отличие. А схемотерапевт на сессии с клиентом, он работает с чем? Как это происходит, если можно, в двух-трех словах? Ох, это очень непростая на самом деле история, потому что схемотерапевт работает с системой автоматических паттернов реагирования на мыслительном, эмоциональном и поведенческом уровне, то есть когнитивно-эмоциональном, поведенческом. И все техники схемотерапии, они, в общем-то, подразделяются на эксперименциальные или эмоциональные, связанные с работой воображения, на когнитивные, связанные с реструктуризацией мыслей и работой с мотивацией, и поведенческие, связанные с поведенческой активацией, экспозицией, тренировкой каких-то навыков и так далее. И это, собственно говоря, три основных направления технологических, что делает схемотерапевт. Но кроме этого, схемотерапия – это интенсивное выстраивание терапевтических отношений. И здесь важна не столько техника, сколько фокус на самом процессе взаимодействия на том, что происходит между клиентом и терапевтом. Ты сказала, что схемотерапия, то, что происходит на сессии, это сложная история. Я слышала о том, что многие схемотерапевты говорят, что схемотерапия – это многослойная история. Что входит в эту многослойность? И ты, если можешь, то прямо на конкретном примере покажи такую многослойную историю. Я даже не знаю, что другие коллеги поднимают под многослойностью. Я, наверное, попробую объяснить так, что представь себе, что одна из основных проблем человека с пограничным расстройством личности состоит в том, что, имея биологические предпосылки к эмоциональной дисрегуляции, к определенному типу реагирования, например, очень импульсивному, быстрому, или гневливому, человек, воспитываясь, растя в культуре, получает просто тонну инвалидации. Ну, представь себе, ребенка, которому трудно регулировать свои эмоции в семье. Что ему там будут говорить? Давай соберись, что ты как тряпка, что ты разнылся там, ну и никого не будет интересовать. А что он ноет вообще? А может, у него просто навыков нет, регуляции своих эмоций. И в результате этого получается, что человек вырастает с большим дефицитом опыта и навыков. Навыки – это одна история, но у него нет опыта валидации, принятия, безопасности, любви, признания его автономии, то есть удовлетворения базовых эмоциональных потребностей. И в фокусе схемотерапевта именно приобретение опыта удовлетворения этих базовых эмоциональных потребностей. То есть все, что делает терапевт, становится схемой терапии тогда, когда терапевт заботится о формировании того опыта, который не сложился у клиента по каким-то причинам и который делает его дисрегулированным. Старает его верить, да, в какие-то схемы, негативные убеждения о себе, о мире, о других людях, например, о том, что меня никто никогда не полюбит, меня не примут таким, какой я есть, меня обязательно ждет какая-то неудача на жизненном пути, я не имею права выражать свои эмоции и тому подобное. И если кратко, то схемотерапевтическая работа в большинстве случаев, ну, пусть только завершен притритмент, да, вот это предварительная часть лечения, начинается с так называемой экспиренциальной работы, с работы на уровне эмоций и воображения. Основной метод схемотерапии в этом случае это рескриптинг. Что мы делаем? Мы возвращаемся, вспоминаем опыт неудовлетворения базовых эмоциональных потребностей и представляем себе воображение, как эти потребности могли бы быть удовлетворены. Не для того, чтобы переписать прошлый опыт, для того, чтобы дать клиенту возможность почувствовать. Вот представь себе, что есть человек, который никогда не чувствовал, как это быть безоговорочно любимым другим. Вот ты ему сколько не объясняй, сколько ты ему не дай книжек прочитать. Он до тех пор, пока он этого не встретит, этого не произойдет. И воображение нам в помощь. Мы создаем такие ситуации, мы модерируем такие разговоры, воображения, которые помогают этот опыт получить. Потом, опираясь на этот опыт, мы начинаем менять когнитивную структуру. То есть те верования, глубинные убеждения, автоматические мысли, которые описывал еще Арон Бек, но в схемотерапии это все немножко по-другому просто приобрело значение режимов, схем и так далее. И мы здесь используем либо техники КПТ, иногда техники из АКТа. Здесь даже не столь важно, какие техники ты используешь, важно, как ты концептуализируешь клиента и насколько ты понимаешь, в каком месте вы сейчас работаете и что вы делаете. Тогда это превращается в схемотерапию. То есть уникальная часть схемотерапии в теоретических отношениях и концептуализации с фокусом на потребностях. То есть имея в виду когнитивную реструктуризацию, ты все равно держишь потребности на крючке. И следующий шаг, после того, как вы поработали с опытом удовлетворения потребностей, после того, как вы с убеждениями поработали, мы переходим к поведенческой части, где мы помогаем человеку планировать свое поведение, строить новые отношения, пробовать какие-то новые паттерны, новые модели взаимодействия с этим миром и другими людьми. Собственно говоря, потом работаем с рецидивом и на этом терапия завершена. Звучит многослойно. Многослойно, да. В общем, основные слои этого пирога, это работа с эмоциями, с когницами, с поведением, а все это переслоено с жирным кремом терапевтических отношений, скажем так. Ты много говоришь про ПРЛ, и, по-моему, какие-то другие случаи ты не упоминал сегодня. И вообще заявка схемы терапии это работа с условно трудными клиентами, со сложными случаями, с теми случаями, где неэффективна когнитивно-поведенческая терапия, либо какие-то другие виды терапии. Здесь тоже хочется немножко добавить провокации. это некое уникальное торговое предложение, или все-таки за этим что-то такое стоит, чего действительно нет в других подходах, почему схема справляется там, где не справляются другие. Ну, я думаю, что, опять же, секрет в фокусе на потребностях и в терапевтических отношениях. Если вот так честно между нами, то схема терапия – это весьма громоздкое лечение. Конечно, по сравнению с ДБТ, оно менее громоздкое, что в ДБТ там и тренинг навыков, индивидуальная терапия еженедельная, тренинг навыков в год целый проходит клиент, а потом еще телефонный коучинг и так далее. То есть, ну, действительно, очень дорогая для клиента получается терапия. Но сейчас терапия последнего, ну, первого, наверное, даже выбора в сложных случаях. А вот схема терапия, она выходит как бы более компактной, но в то же время, в целом, она тоже громоздка. Даже объяснение концептуального аппарата схема терапии занимает много времени. И поэтому, когда я вижу, например, что коллеги используют схема терапию в причине депрессии или панических атак, я просто хватаюсь за голову, потому что, блин, ну, ребят, есть проверенные протоколы той же когнитивно-поведенческой терапии. Вот там, 16-20 сессий, и всё сделано. Зачем? Зачем разводить, да, вот эту большую историю, если нет личностного компонента, который очень ригиден и мешает продвигаться в лечении, например, депрессивного расстройства? Вот только тогда, когда есть ригидный личностный компонент, который очень часто является личностным как раз расстройством. Наиболее аккурабельное, поддающееся лечению, это пограничное расстройство личности, оно на сегодняшний день наиболее исследовано, и большинство психотерапических направлений сконцентрировано именно на нём. И вот схема терапия, она взялась за ПРЛ как раз в рамках истории попыток лечить ПРЛ в когнитивно-поведенческом подходе. Ну, то есть получается, что схема терапии – это терапия такого первого порядка для лиц с пограничным расстройством, но точно не терапия первого порядка для тех, кто, например, впервые обращается с депрессивным эпизодом. Да, да, да. Хотя на сегодняшний день стараются, да, в лагере схема терапевтов там ведутся исследования, пытаются сделать более какие-то компактные модели, да, например, у голландцев, немцев мы можем прочитать о том, как они используют схема терапию для случаев так называемых расстройств по первой оси, да, там тревожных, депрессивных расстройств и так далее. Есть ли что-то такое, за что требует кавал схема терапию, именно не схема терапевтов, а саму терапию? Может быть, с чем-то ты не согласен, что ты считаешь лишним, неэффективным? Понимаешь, схема терапия относительно молодое направление, она была создана в 90-е, основная проверка, гипотез была в 2000-х, и на сегодняшний день это достаточно бурно развивающееся направление. основным исследованиям еще предстоит только случиться, не так много организаций, и стран, которые внедряют на государственном уровне схема терапии, например, в Голландии, есть внедренная схема терапии, так называемая, на государственном уровне, она является оплачиваемой через страховые кассы методом лечения пограничного расстройства речности и так далее, поэтому там больше всего исследований. И понятное дело, что исследователей много, они разные, и есть разные влияния на схема терапии, то есть определенные изменения методологии, техники работы, различные стили, какие-то новые концепции появляются, например, за последний год успели голландцы расширить список потребностей, добавив туда потребность справедливости, например, и расширить список режимов, и это понятно, что методологически для развития школы это просто необходимый процесс, то есть мы должны увеличить количество наблюдаемых феноменов, для того, чтобы потом их как-то редуцировать в какие-то классы и сложить, но вот сейчас схема терапия переживает этот период такого немножко методологического своеобразного разлага, и поэтому не только в России, но и в мире она становится где-то больше похожа на психодраматический подход, где-то вообще больше на психоанализ в стиле Кемберга, и это очень разношерстно достаточно, можно выделить сегодня даже несколько школ уже нарождающихся в схемотерапии, и это не то, что это мое разочарование или мои претензии к методу, но это ожидание дальнейшего развития, дальнейшей унификации, я всегда понимаю, что это развивающаяся история, то есть, грубо говоря, сейчас уже схемотерапия не та, какой она была, когда я начинал изучать. Это похоже на такой естественный процесс для любого нового метода, и поэтому здесь, наверное, действительно нужно не критиковать, а находиться в таком состоянии терпеливого ожидания. Да, пожалуй. А есть что-то в этом виде терапии, раз уж ты так любишь схему, что на тебя повлияло не только как на терапевта, но и как на личность? Я помню историю, я ее иногда рассказываю даже клиентам. Первый раз, когда я прилетел в Москву на свой первый модуль по схемотерапии, я специально прилетел с сознанием чистого листа, то есть у меня была задача попробовать увидеть это. Прежде чем познакомиться, тем почитать, я начал читать уже после первого семинара по большому счету. До этого я слышал, что да, это работает, это эффективно, это продолжение когнитивной терапии. Мне, как когнитивному терапевту, чтобы это продать, этого было достаточно. И я понял, как мы сидим с одной коллегой, не буду называть ее имени, на первом семинаре, и преподаватель говорит, вот, внутренние дети есть такие, режим внутреннего ребенка уязвимого, режим одинокого ребенка, покинутого, и мы так скорее, переглядываемся, какие дети, куда мы попали. Я привык, есть мысли, эмоции, поведение, все, какие дети, вы что, с ума сошли, что ли, внутренние дети, и коллега говорит, надо прийти почитать публикации, и мы говорим, сегодня вечером в гостинице почитаем публикации, что это за внутренние дети. И, ну, да, почитали, посмотрели, я решил быть open-minded, прислушаться, что происходит, и я помню, как я улетал после первого модуля, и я, значит, сажусь в самолет, и вот рассаживаются эти люди, и я смотрю и думаю, ведь у каждого из них, вот они выросли, взрослые, дядя и тетя, а в глубине души у них есть маленький уязвимый ребенок, на котором они были когда-то, и этот ребенок никуда не делся, он навсегда остался с ними. И вот в этот момент я испытал просто какое-то, знаешь, такое сострадание к этим людям в самолете, и думаю, вы же мои хорошие. И я понял, что вот что-то схемотерапевтическое в тот момент во мне щелкнуло. Надо сказать, что это умение видеть внутреннюю уязвимость, боль и постоянно ее иметь в виду и рассматривать человека не из того, каким он может быть неудобным, неприятным, непонятным, а вот из этого внутреннего понятного ребенка, которому можно сострадать, это основа терапевтических отношений в схемотерапии, одно из открытий, собственно говоря, Янга. И, пожалуй, это тот эпизод, тот концепт, который повлиял очень на меня. И у меня тоже есть маленький Максим. А когда ты вышел из самолета, у тебя это сострадание осталось другим людям или все, покинуло тебя? Слушай, ну это удивительно. Я здесь, наверное, тоже к примерам таким приведу. Я когда... Ой, сейчас очень далеко. Помнишь, мы начали сказать, что душнило? Да, сейчас подушнило. Да. Ну предупреди. Хорошо, да. Я когда преподавал в медицинском университете, у меня был такой пример для объяснения антологии Платона. Не задавайтесь вопросом, что это такое. Представьте себе, что когда-то вы думали, что брюшная полость человека наполнена шестеренками, шариками и какими-то там, не знаю, пластиковыми металлическими деталями. И вдруг вот вы поступаете в медицинский университет и приходите в анатомический театр, да, и попадаете на первое вскрытие. Видите, что там нет никаких шестеренок, никаких пластиков и металлических деталей. Сможете ли вы продолжать дальше верить в то, во что вы верили до того, как увидели? Нет, уже не сможешь. Потому что ну, вот эта очевидность, этот новый опыт приобретенный, он делает твой путь невозвратным. Тоже больше никогда не можешь начать видеть мир точно так же. И в этом чудо схемотерапии, на мой взгляд, потому что когда я вышел из самолета, я продолжил видеть этих внутренних детей, да, ну, сейчас никакой патологии, я не слышу их голоса. но но вот это умение сострадать и, пожалуй, это тот новый опыт, о котором я говорил, когда описывал, да, лечение схемотерапическое. Перед нашей встречей я закинула удочку коллегам, особенно тем, кто интересуется схемотерапии, но еще пока не пошел обучаться, присматриваться и спросила, что бы они хотели узнать. И поступил один вопрос, который я решила задать тебе сегодня, он мне очень со мной откликнулся, и звучит он следующим образом, есть ли в схемотерапии место для работы со смыслом, для работы с ценностями. Кажется, что в последний год примерно мы все чаще и чаще об этом задумываемся, ищем это в разных местах, в разных видах деятельности, и, судя по всему, есть запрос у психологов увидеть это и в схемотерапии. Так есть или нет? Есть. Более того, вот этот народившийся в лоне когнитивно-поведенческой терапии и вообще поведенческих контекстуальных направлений, нарратив работы со ценностями как метод реструктуризации мышления, приобретения нового видения направления, он повлиял очень сильно и на схемотерапию. Например, в Германии разрабатывается так называемая контекстуальная схемотерапия. Это не какое-то отдельное новое направление, а это как раз идея интеграции схемотерапии с CFT, актом, ФАП и так далее. И там как раз очень много о том, что же представляет из себя работа с ценностями схемотерапии. Если в общих чертах, то когда мы заканчиваем схемотерапическое лечение, мы работаем с фигурой так называемого здорового взрослого. Фигура здорового взрослого это наша часть личности или правильнее было бы сказать наш режим функционирования, совокупность паттернов поведения, которые отвечают за конструктивное принятие решений, за следование долгосрочным целям, за поддержание одних и тех же смысложизненных ориентаций на протяжении жизни, за регуляцию своего поведения, за заботу о себе, сострадание себе и другим, построение крепких отношений, на которые можно опереться. И вот тогда мы очень много внимания уделяем ценностям, потому что построить этого здорового взрослого можно только с опорой на какую-то надежную концептуальную модель. И, конечно, мы об этом много говорим. Более того, даже на несколько более ранних этапах работы, когда мы говорим с клиентом и пытаемся изменить дисфункциональные паттерны реагирования, то есть здорового взрослого это про построение функциональных паттернов, адаптивных, а до этого мы работаем с тем поведением, которое хочет клиент изменить. Например, каждый раз, когда я ругаюсь со своим близким человеком, я почему-то норовлю его ударить, как-то задеть, подеть, и мне это самому не нравится, через какое-то время я жалею об этом, я хотел бы это изменить. И когда мы это меняем, мы, безусловно, тоже опираемся на ценности, потому что мы создаем образ того, каким бы ты хотел быть, каким бы тебе важно было быть. здорово, я почти уже готова пойти обучаться схемотерапии. А вот, кстати, если я пойду обучаться к тебе, то скажи мне, какой ты преподаватель? Слушай, занудно, да? Мемчики не показываешь. Мемчики не показываешь. Я не про мемчики, я уделяю очень много внимания концептуальным, методологическим вещам, то есть для меня важную роль играет точное определение понятий, точное понимание происхождения этих понятий, понимание тех процессов, которые происходят в психотерапии и с клиентом, и с тем, что делает терапевт. Потому что я считаю, что приверженность тому или иному направлению психотерапии, она происходит не тогда, когда ты хорошо умеешь делать какие-то заранее выученные трюки и техники, да? Когда ты понимаешь, куда ты движешься, зачем ты это делаешь, что сейчас происходит, и можешь это обречь именно в концептуальную модель. поэтому я особое внимание уделяю прежде всего не столько техникам, безусловно, тоже, и демонстрации мы делаем, но концептуальная часть именно понятийная. Но еще есть у меня один пунктик, который мне всех задал, это обратная связь. Вот, кстати, что есть у тебя такого на обучении? Ты только схему преподаешь сейчас? Нет, я сейчас преподаю терапию бессонницы, это мой guilty pledge, обожаю. Я преподаю здесь в точке выбора в своем центре стажерской программе протокол поединческой активации при депрессии. Это моя любовь, я могу об этом говорить часами. Мы создали программу, я кратко скажу, это просто моя гордость, мы создали программу, которая продлилась уже четыре месяца и за это время наши стажеры получили около двухста часов очного обучения, включая просмотр реальных кейсов и введение кейсов клиентов под запись с супервизией, это очень подробное обучение, я просто радуюсь тому, какие результаты мы сейчас получаем, вот, и я преподаю курс по расстройствам личности психодемии, ну, это вот то, что я веду на данный момент. А поведенческая активация доступна только в Краснодаре? Да, мы вкладываемся локально, до этого года для меня было особенно важен локальный контекст, пока что еще продолжаю оставаться в Краснодаре, и я хочу, чтобы здесь была доступна и качественная психотерапия, поэтому сейчас мы делаем это пока что так. Если мы вернемся к схеме и к тому, как ты ее преподаешь, вот, на том курсе, где ты обучаешь схемотерапии, что ты такое даешь своим студентам, чего они не могут где-то прочитать, посмотреть, может быть, даже получить на другом обучении схемотерапии, есть ли у тебя вот какая-то такая условная фишка? Ну, наверное, во-первых, это постоянное налаживание мостов между классической континопоиденческой терапией и схемотерапией, и налаживание мостов между схемотерапией и современными направлениями терапии расстройств личности психотерапии. Я постоянно сравниваю те методы концептуализации, те методы видения, которые есть в других направлениях, и одна из моих задач показать не разобщенность этих подходов, а как раз их общность и перспективу дальнейшего развития в понимании того, что такое расстройство личности, и вообще, что такое сложный клинический случай, и как его можно рассмотреть. Я не скажу, что больше, чем другие, но уделяю много времени концептуализации, я вообще считаю это очень важной частью. Ну, и кроме того, те, кто были, говорят, что для них оказался важным эмоциональный опыт общения, того, как мы это делаем. И это то, что обычно бывает между строк. как думаешь, если кто-то сейчас как-то присматривается к тебе как преподавателю, кому будет тяжело на твоем обучении? кто привык учиться неосознанно? Это, к сожалению, большая проблема современного онлайн-обучения, когда мы привыкли учиться не присутствуя очно, не знаю, там, с выключенной камерой, слушая фоном, во время прогулки. Я, во-первых, слишком душный для того, чтобы слушать меня на прогулке. Я, наверное, испорчиваю эту прогулку, скорее всего, заставив вас думать, размышлять, что-то чувствовать или испытывать какой-то новый опыт, искать ответы. И второе проявление неосознанности это неготовность отслеживать, замечать и давать в качестве обратной связи свою реакцию на происходящее в группе, на процесс обучения. Я стараюсь добавить такой экспиренциальный элемент в обучении и каждый раз я высылаю формы обратной связи. Я считаю, что это очень важно. На самом деле мировая практика. Я не понимаю, почему другие русскоязычные преподаватели делают это достаточно редко, к сожалению. Сейчас уже чаще за последние лет стали делать и собирать обратную связь, причем персональную. Я считаю, что это важная часть обучения, потому что никакое обучение без обратной связи невозможно, без задавания вопросов и тому подобное. А если наоборот посмотреть, кому будет ну, наверное, не прямо уж легко, но легче, чем многим, например. Я думаю, тем, кто имеет какое-то базовое представление о терапии при антиответственности, о когнитивно-поединительной терапии или каком-то другом контекстуальном подходе, будь то ФАП, CFT или GBT, и кто встречался с людьми в практике или в жизни с расстройствами личности. Потому что любое обучение, оно лучше заходит тогда, когда ты практикоориентирован и ты имеешь какую-то модель у себя в голове и представляешь вот что с этим человеком происходило на самом деле, а вот что можно было с ним сделать или ах вот почему я так захотел поступить, я правильно это сделал. Когда есть вот такое ощущение, такие инсайты, это, конечно, продвигает процесс обучения. А если не было такого опыта, не было знакомства с какими-то смежными подходами, то что тогда стоит или не стоит. Может быть трудно, но это не противопоказание. Отлично. И вот тогда отдавай сейчас дадим некий такой совет тем, кто возможно станет студентом на одном из твоих курсов, но в первую очередь, конечно, на курсе по схемотерапии, что нужно сделать, может быть, о чем подумать, куда сходить, что посмотреть, что почитать, прежде чем принять решение пойти к тебе на обучение. Это очень трудно вопрос. Что посмотреть, что подумать. Может быть, какой-то вопрос себе задать. Знаешь, мне очень нравится один вопрос, который в суперизионной практике использует Джоди Бек. Она просит терапевта, говорит, закройте глаза и представьте свое расписание на неделю. Вспомните тех клиентов, которые у вас будут на этой неделе и подумайте о том клиенте, который вы хотели бы отменить. И когда вы нашли этого клиента, подумайте о том, почему вы хотели бы его отменить. Какие автоматические мысли возникают в голове в этот момент? Какие представления об этом клиенте мешают вам быть эффективным терапевтом для него? подумайте о том, как можно было бы изменить терапию, если бы у вас не было этих убеждений. И очень часто, вспоминая такого клиента, скорее всего, вы столкнетесь с клиентом с ригидными чертами личности, которые с трудом поддаются изменениям, потому что либо вас обесценивают, либо у человека недостаточно опыта, чтобы он мог опереться и сформировать какое-то позитивное представление о себе, о других, об этом мире. И, скорее всего, этот пациент, клиент, это клиент для какого-то расширенного подхода терапии, будь то ДБТ-схемотерапия или терапия сфокусированная на переносе. То есть, он нуждается, возможно, в какой-то немножко другом подходе. И, скорее всего, этот подход будет сконцентрирован на терапевтических отношениях, на изменении того, как вы относитесь друг к другу. Вспомнили такое? Приходите на схемотерапию. Придется идти... Вспомнил. Выглядит так, как будто бы мы всех предупредили о каких-то подводных камнях. В огород схемотерапии камни немножко покидали. Наверное, можно уже приглачать на курс. Как думаешь? Да. Да. Приходите, коллеги. Будет интересно. Я время от времени пересекаюсь с теми, кто выпускался с предыдущих курсов. И я знаю, что очень многие люди внедрили схемотерапию в свою практику. Некоторые решили продолжать свое обучение на сертификационных курсах в различных организациях международного уровня. И сейчас из них уже вышли неплохие схемотерапевты. И до сих пор они говорят о том, что мой курс был для них особенно важен и являлся хорошим введением, благодаря которому они гораздо лучше, чем их одногруппники понимали то, что происходило дальше при более фундаментальном обучении схемотерапии. А сейчас свободный микрофон. Открытый микрофон, как угодно. Вот это. Да. Время, которое принадлежит только тебе, и ты его можешь занять чем угодно, чем хочешь. Хочешь, рассказывай анекдоты, но ты, наверное, не умеешь. Хочешь, рассказывай какую-нибудь философскую концепцию, но мы это вырежем. Пожалуйста, тебе время. Спасибо. Спасибо тебе большое за этот разговор. Это было очень важно, ценно, и ты задавала такие вопросы, которые заставили меня задуматься в очередной раз и, наверное, быть более осознанным тоже к этому курсу, к тому продукту, который мы делаем вместе с чистыми когницами. Здорово, спасибо. Считаю, что цель достигнута. Да, будем ждать всех, кто желает, кто заинтересовался на твоем курсе. Будем ждать всех на канале чистых когницей. Можно подписаться, можно подписаться на наши другие социальные сети, следить за обновлениями, и, возможно, скоро в среде этих обновлений вы увидите анонс третьего интервью с Максимом Милославским про открытие психотерапевтического центра в регионе. Зачем это? Да. Я буду рад, если позовете, есть что рассказать. Отлично. Значит, прощаемся ненадолго. Берегите себя. Все. Всем пока.